Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового! И сегодня мы с вами будем открывать вот такой вот просто невероятно потрясающий календарь, по крайней мере, визуально он выглядит именно так, от Essence. Просто посмотрите на это безумие! Это выглядит невероятно красиво, по крайней мере, мне так кажется. И я очень сильно надеюсь, что этот адвент календарь будет нормальным, в отличие от всех остальных. То чувство, когда ты уже открыла невероятное количество адвент календарей, и единственная нормальность у этого списка был адвент календарь из американской косметики для детей, которая даже не продается в России. Иронично. Факт. Сразу хочу отметить тот факт, что этот адвент календарь мне прислала моя мама из Германии, то есть я не уверена, что они продаются в России, по крайней мере, я их не видела. Но, естественно, если он окажется классным, то есть смысл, его будут заказать себе откуда-то из-за границы. Мне очень нравится то, что этот адвент календарь выполнен в виде домиков, и здесь можно отметить традиционную европейскую архитектуру. Это похоже на какой-то Амстердам, на центральную площадь, где обычно происходят всевозможные мероприятия. Вот ярмарка, элемент, который, кстати говоря, в этом году в Европе нет, по крайней мере, не так сказали родители. Так что вот так вот он выглядит, можно себе поставить уже как декор, это выглядит очень красиво. И первая цифра у нас вот она. Раскрываем. Кстати, сегодняшнее видео будет с усложнением, потому что я буду краситься косметикой, которую я найду в адвент календаре. Я не просто его раскрою, но также покажу вам те средства, которые будут внутри, и, возможно, ли я им вообще сделал полноценный макияж. Как видите, я без всего только с тоном. Проверим. Пожалуйста, будь хорошим. На моем канале вышло уже огромное количество распаковок адвент календарей. Обязательно посмотрите, смотрели ли вы все распаковки или нет, потому что некоторые адвент календари это просто катастрофическая катастрофа, и иначе я не могу сказать. Ссылку на все мои видео я оставлю вам в описании, плюс также вы можете всегда зайти в плейлист, который называется адвент календарей, и прочекать все там. Мы недавно делали даже распаковку косметики от... А я вам не скажу, потом Саня посмотрите. Блин, я ничего не могу делать с этими когтями. Ага. Лут номер один. Итак, здесь нам выпала вот такая вот минеральная пудра прозрачная. Это очень хорошая пудра, я ее прекрасно знаю, я ей пользуюсь, у меня есть аналогичная. И, короче, прикол этой пудры в том, что это не просто пудра, так они еще запарились, они сделали специальный рождественский дизайн, потому что если вы приглядитесь еще повнимательнее, вы видите, что здесь этот имбирный человечек, что она вся блестит, чисто новогодний такой стиль рождественский. И как бы... Вот если ты плохо говоришь про адвент календарь, ты просто вечно недовольная сочка. А если ты говоришь хорошо, то это реклама. Вот, ребят, ну мне никто не платил. Типа, если это будет хорошо, я буду говорить, что это хорошо. А вот если это будет плохо, я буду говорить, что это плохо. Поэтому, пожалуйста, не пишите мне эти комментарии, они меня реально обижают, потому что, ну, я уже реально не знаю, как высказывать свое мнение. Говоришь о чем-то плохо, ты просто какая-то негативный чел, неприятный чел. Говоришь о чем-то хорошо, стопудов тебе заплатили, даже если эта вещь вообще в принципе не продается. Лоджик. Ищем циферку номер два. Ага, вот и вторая. Открываем ее. Что это? Здесь была вот такая вот коробочка. Сейчас мы ее с вами вскроем. Блин, порвала такую красивую коробочку, вот это стоит. Ребята, посмотрите, здесь были две миниатюры помад сразу. Одна красная, другая розовая. И это не супер-мега маленький размер, а абсолютно адекватный. Сейчас я вам просто покажу на примере из любого другого адвент-календаря, какие были в прошлых календарях по размеру помады. Просто молчу о том, что их тут сразу не иронично две. Я, короче, навыкидывала кучу барахлана, просто для сравнения. Другие помады были примерно вот такого вот размера. Это из календаря с Frozen. А здесь мы получаем практически две полноразмерные помады, да еще и двух самых актуальных цветов. Максимальный ньют и классический красный. Как я и обещала, протестируем. Я, наверное, протестирую красную помаду. И посмотрю, как она выглядит. Знаете, с каким эта помада вкусом? Вот я сейчас докрашу голову, а вы пока просто предположите, с чем она может быть. Ну, кстати, на красный цвет это вообще нифига не похоже. Ну да, она не красная, она какая-то розоватая. Достаточно странный оттенок, не скажу, что он плохой, он просто странный. И это у нас получается по цвету. Ну, и это по цвету более ньют, хотя я даже не особо вижу разницу между этими помадами. То есть она есть, но как бы не супер-мега лютая. Упаковке кажется иначе. Но это из минусов, а минусы незначительные. Так вот, знаете, чем эта помада пахнет? Она пахнет лакрицей. Это, блин, помада с запахом лакрицы. Если что, я максимально не люблю лакрицу. Я точно знаю, что люди разделяются на две категории. Кто прям любит лакрицу и кто ее вообще не любит. Вот я не люблю, на губах странно ее ощущают, но тем не менее, это прикольно, что помада все равно с рождественским вкусом, потому что лакрица ассоциируется именно с Рождеством. По крайней мере, в Европе. Что ж, давайте посмотрим цифру 3. Цифра 3. И здесь у нас АРУ. Просто АРУ, ребята. Здесь номер 3 был мини-пинцет. Ну, мини-пинцет вещь прикольная. Не уверена, насколько он будет полезный. Но тут пингвиненок, ребята. Тут пингвиненок. Тут на пинцете пингвин. Все еще передаем привет календарю. Издал магазина косметики. Сразу передаем. Итак, ребят, номер 4. Опа, это что? Так, кажется, пошла какая-то бодяга. Это у нас с вами нейл-стикеры. В принципе, они выглядят очень милые, они выглядят явно лучше, чем те стикеры, которые были в адвент-календаре Литуале. Да простите вы меня за это сравнение, но я буду сравнивать это с Литуалем и дальше. Так вот. Ну, потому что прям вот, ну, мне все еще жалко тех денег, хотя прошло уже несколько недель. Посмотрите, это реально рождественские стикеры. Они вот тут всевозможные рождественские приблуды новогодние. Не знаю, какие они по качеству. К сожалению, протестировать сейчас не могу. Но если вы подпишетесь на мой инстаграм и напомните мне туда в директ, чтобы я это протестировала, как только я сниму свои ужасные ногти, я сразу это сделаю. Кстати, почему ногти ужасные, узнаете чуть позднее. Ищем номер 5. Это что? Find your little heavy backer. Это что? Ребята, что это? Пытаюсь осознать, что это такое, потому что выглядит это следующим образом. Какой-то имбирный чел в какой-то водяге. Может, это типа открытки? А, ну, короче говоря, это просто поздравительные вот такие вот штучки, где вы с обратной стороны можете написать кому-то поздравление и отправить. В целом, не могу сказать, что это плохая вещь, но я не очень понимаю, зачем она в косметическом календаре. Хотя, конечно, если вы планируете эту косметическую календарь передаривать какие-то вещи, то в целом, да, это полезно. Это прям такая прикольная фигня. На самом деле, прикольная фигня. Я это воспользуюсь. Вот не иронично этим я буду пользоваться. Потому что в этом году мне придется очень много подарков дарить моим друзьям. У нас прям очень-очень-очень много их получается. И, да, вот, кому-то из вас достанется эти джинджермены. Джинджермены. Номер 6. Длинная. Палка такая. Ой, нет, я разорвала... Кисть! И это же кисть! Это же полноразмерная кисть для макияжа в рождественском стиле. Посмотрите, какая милая кисть. Боже, она выглядит как леденец. Ну охренеть. Охренеть. Это самая базовая кисть. У меня такая кисть есть, но, естественно, не в рождественской упаковке. То есть, это не то, что это не эксклюзивная кисть. У меня просто упаковка не как обычно. Но это же просто офигительно. Вот скажите мне, вы рады бы были такой кисти? Охренеть. Кстати, этот календарь стоил не то 20, не то 30 евро. То есть, в этом промежутке. И получается, что он стоил где-то в районе 2-2,5 тысяч рублей. Давайте вспомним, что мы за 2-2,5 тысяч рублей видели с вами уже ранее. Вот это, вот это и... Ах, да, вот это. Лайк, подписка, краш. Номер 7. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Где же номер 7? Вот 7. Нашла. Вот это еще одна кисть или что-то? Нет, это не кисть. Что же это? Серьезно? Серьезно? Охренеть! Значит, под номером 7 у нас был вот такой вот каял для глаз. Это очень прикольно. Правда, я сейчас не очень понимаю, как его приспособить для макияжа. Но в целом это очень полезная вещь, еще и полноразмерка. И опять-таки исключительно декорированная под рождественскую коллекцию. Каял это, короче, штука, к которой можно подвести свой физис, или нарисовать маленькую стрелочку. А ты, в принципе, знаешь, давайте нарисуем маленькую стрелку. Я растушевываю эту ватную палочку, чтобы выглядело более естественно. Особенно учитывая, что у меня сейчас нет ресницы, непонятно, они вообще будут или нет. Но так будет выглядеть хотя бы как эффект просто легкой дымки на глазах, а не то, что я присобачила себе какую-то черную странную подводку. В целом я очень не люблю этот продукт самостоятельно. То есть я никогда не пользуюсь, мне в принципе на него всегда пофиг. Но я должна все равно отметить то, что он абсолютно адекватный. Ну, в целом я к косметике Essence изначально хорошо отношусь, несмотря на то, что это не тот бренд, с которым я часто работаю. К сожалению, хотя я бы хотела. Вот, Essence, пожалуйста, давайте работать. Ну, типа реально. Вот так вот это выглядит. Я сделала себе небольшую стрелку, которую ввела вниз, ну и растушевала это обычной ватной палочкой. Ну, в принципе, норм. Номер 8. Не знаю, почему показала 4. Ой, это что? Опа-на! Посмотрите, это крем для рук с принтом лебедя, который находится в каком-то зимнем саду. По-моему, это шикарно. Не, ну запах ничего особенного из себя не представляет. Типа обычный какой-то запах базового крема. Я бы даже сказала, что он практически без отдушки или с какой-то цветочной отдушкой. Короче, нет. Вот этот вот мне запах абсолютно не нравится. Знаете, что он напоминает? Краску для волос. Во! Этот запах напоминает краску для волос. Типа серьезно, краска для волос, но сомнительная идея, конечно. Ну, допустим. Хорошо, ладно. Это не самый нужный продукт, но да пох. Кстати, кстати, на тему самых нужных продуктов. Смотрите, что у меня тут есть. Я вам так сейчас навязчиво спойлерну. Пам-пам-пам-парарарарарарарам. Пам-пам-пам. Сейчас будет минутка бьюти-бокса. Корабень бьюти-бокса. Я не верила, что это будет, но бьюти-бокс будет. Спойлерить не буду много, потому что вся информация будет в Инстаграме и в отдельном видео на Ютубе. Но я вам скажу так. Я знаю, что в этом году дела у всех достаточно не очень идут, потому что кризис, потому что бикоза, вот эта вот вся история с вирусом. И в этом году у меня будет бьюти-бокс с очень маленьким тиражом. Но стоить он будет тоже очень мало. Вы знаете, сколько будет стоить мой бьюти-бокс? Он будет стоить 1999 рублей за 15 полноразмерных продуктов. Суммарно их в коробке будет 18. Так что, ребята, не знаю, как я это сделала. Здоровье погибшим. Но, короче, ждите информации, потому что бьюти-бокс получится максимально разрывным. И я просто не понимаю, как я смогла дожать до этой низкой цены за реально офигительные вещи. Я надеюсь, что вы его оцените по достоинству, потому что я потратила все свои нервы последние. Словила дикую тревожность и вообще просто вау. Поехали дальше. И это полноразмерный лак для ногтей. Цвет не могу сказать, что самый актуальный, самый ходовой. Мне не очень он нравится. Но в целом, опять-таки, это рождественская коллекция. Возможно, кому-то вот такие вот блестяшки понравятся. Хотя я предполагаю, что те, кто купит этот календарь, скорее отдаст это маме или кому-то из друзей, потому что уж очень странный бронзовый оттенок. Напишите, кстати, как вам этот оттенок, нравится или нет. И вообще, когда досмотрите видео до конца, тоже скажите, какой продукт вам показался самым нужным. И хотели бы вы себе, например, такой адвент календарь или нет. А мы приступаем к номер 10. Охренеть! Полноразмерка. Просто полноразмерка. Это тушь же, да? Я правильно понимаю? Да. Это полноразмерка туши. Причем одной из самых популярных у Essence, которая I Love Extreme. Красим ресницы. Нет, я просто в шоке. Подождите, потому что розовая? Нет, она не розовая, просто просачивается сам цвет туши. Я думаю, вы все и без меня видите. Это действительно не хламная тушь, это хорошая тушь от Essence. И в целом, вот, пожалуйста, до после за 2 секунды. Докрашу вторую. Охренеть, у нас просто только 10 цифр было, а я уже сделала себе практически полноценный макияж. Номер 11. Это что? Так, ну ладно, выпал какой-то странный браслетик. А, это браслетик с шармом, кстати, очень симпатичный на голубой вот такой вот ниточке. Ну, в принципе, кстати, симпатично выглядит. Я знаю, что многие люди любят такие штуки. И в целом, да, я одобряю такую штуку, потому что обычно эти браслеты, как минимум, рублей 500 стоят. Несмотря на то, что они достаточно простенькие. Но это прям прикольно, приятно. И цвета интересные. Ну, давайте посмотрим, что было дальше. 12. Так, и здесь у нас... О, я поняла! Это, короче, бальзам для губ, который вот здесь вот сейчас оранжевый. Но если ты наносишь его на свои губы, он немного деформирует цвет и становится или розовым, или красным. То есть это такая, типа, обманка помады хамелеон. Они очень прикольные, и я пробовала их неоднократно уже. Мне нравится, кстати, с витамином Е. Для зимы самое то. Ну, пахнет, как стандартная их эта помада. Они не добавляли никакую рождественскую специю, хотя и так, мне кажется, очень круто. Достаточно полезная вещь. И, да, опять полуразмерка. Номер 13, да. Тут есть какой-то номер 13. Вот он он. То есть здесь написано 13. Но здесь ничего нету. Может быть, там какое-то тайное послание? Что в номере 13? Что за бред? Да, не иронично, номер 13 это вот здесь. Вот он открывается. И там еще это. Офигеть! Это ж какая-то приблуда. Посмотрите, здесь реально было фейс джевел. Я в шоке. Вот это у них интерактив. Клеем, короче, на лицо. Криво, косо, ну и пофиг. Прямо эйфория. Я рождественский баба лень. Блин, верхнюю все-таки совсем не нравится, а вот эти штуки оставлю. Но было прикольно. И еще поищи этот номер 13. Сначала ты такая расстраиваешься, думаешь, блин, а где номер 13? Потом ты видишь, что он здесь. Я такой, что за булшит? А потом бабах, а тут шандарах. 14 номер. Маленькое что-то. О, точилка. Помню, что в одном из календарей, не помню в каком именно, точилка была единственной вещью, которая нам понравилась. Но и то там точилка была абсолютно не как эта. Там была какая-то одноразовая обычная точилка. А здесь мы получаем целую новогоднюю рождественскую под два размера карандаша. Маленький и большой. Очень удобная вещь. Я ее хвалила тогда, похвалю сейчас. И точилка еще со съемным вот этой вот фигней, чтобы у вас ничего не просыпалось. Красиво, удобно, полезно. Теперь я не могу закрыть ее обратно, что тупая. Но это, в общем-то, вопрос. А-а-а! Да выезжай? А, все, ладно. Нормально. Номер 15. О, сразу нашла его. И здесь у нас тоже какой-то лак. Ну а что за лак? А, это покрытие топ. Кстати, очень прикольно, учитывая, что у нас был обычный самый лак, но они также учили, что, скорее всего, люди захотят, чтобы он был стойкий. Поэтому возьми не только лак, но также и топ. И топ это вообще, кстати, одна из самых полезных вещей. Блин, это не иронично очень полезная вещь. Вы же это видите, да? Вы же это тоже видите, да? Это же не я сошла с ума. Тут реально палетка. А, уф! И это действительно палетка. Палетка для макияжа бровей с самыми универсальными оттенками, посветлее и потемнее, чтобы каждый нашел себе штуку для бровей. Что сказать, кроме слов? Здесь еще трафареты были внутри. Там, я открыла, еще трафареты были внутри. Так, нам срочно надо узнать, сколько стоит этот адвент календарь. Просто без вариантов. Не уверена, что эти штуки полезны. И, скорее всего, это хлам, потому что я уже вижу достаточно странную форму. Но, тем не менее, сейчас мы попробуем. Я официально в шоке. Я официально в шоке. И кисть, конечно же, тоже прилагалась. Не самая лучшая кисть, но и не самая худшая. Попробуем, давайте. Давайте возьмем этот цвет. Приложу трафарет. Ничего не буду говорить. Потому что сейчас опять пойдут обвинения в том, что мне уплатили за то, что меня не платили. А мне не платили. Поэтому сами скажите, хорошо это или плохо. А то я боюсь, сейчас начнется. Лиса, тебе не понравился этот календарь. Как-то так. Эта же штука, кстати, еще можно делать контуринг, потому что цвета очень удачные. Где же 16? А, 16 уже было. 17 номер. О, это мое число. Надеюсь, что-то полезное. Блин. Вот резиночки. А, кстати, ладно, нормально. Абсолютно нормальные резинки. Я такие очень часто таскаю. Это одни из самых вообще удобных резинок, на мой взгляд. Я даже помню, несколько лет назад я проверяла с ними лайфхак, чтобы делать при помощи этих резинок чехол для телефона. Ору. И да, по-моему, этот лайфхак у меня получился тогда. Но кто из олдов, плюс в чат, напишите, получился или нет. Ну, короче, вот резиночки. Номер 17. 19 число ищем. 18, простите. И оно здесь. И здесь у нас... Это что? А-а-а. Посмотрите. Глиттеры. Огромные, прекрасные глиттеры. Интересно, а их можно использовать не на губы, а куда-нибудь сюда? Я уже не знаю, что сказать. Скажу номер 19. 19. Это что за хрень? Это что за хрень? О, полотенце для снятия макияжа. Не буду акцентировать на нем особое внимание, но полотенце для снятия макияжа это вещь полезная. Ну, а типа, все логично. Вот тебе адвент календарь, вот краси и не забудь потом умываться. Молодцы. 20 номер. Боже, я уже в предвкушении, чтобы быть в последнем 24-м. Мне кажется, там должен быть просто мега урыв. Слепая, не вижу. А, вот. Что-то небольшое. А, и это красный лак. Красный лак для ногтей. Хорошо, ладно, что здесь был не только тот странный цвет, но также классический красный, потому что, мне кажется, самый новогодний вариант маникюра это именно ярко-красный цвет. Оставим его здесь, красиво, элегантно. Номер 21. У меня просто, знаете, максимальное волнение, потому что мне прям хочется, чтобы был максимальный урыв. Чем дальше, чем дальше, тем круче. Номер 22. Урви меня полностью, пожалуйста. Хайлайтер. 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 Да, кстати, это, по-моему, первый продукт, который не полноразмерный, но тем не менее, это хайлайтер, поэтому хайлайтер его намажен сюда. Здесь я уже что-то там намазала, поэтому просто тупо некуда, но пусть будет вот так вот. Да, хайлайтер, наверное, не самый лучший. Хотя, на руке бы он прекрасно поблескивает, но на лице я его почему-то не вижу. Возможно, у меня просто очень яркое кольцо стоит и не видно, но, короче, на руке норм. Напишите, как оно на лице. Номер 23. Нам осталось всего две позиции. И номер 23, я уже увидела его, он лежит здесь. Скорее всего, здесь тоже будут вот такие вот шняшки, как у нас были на лице до этого, но, может быть, ясно с удивит. Татуировки. Это татухи. Ребят, там были просто татухи. Не знаю, насколько это актуально, но это прикольно. И да, они тоже рождественские, можно себе налепить на шею на лицо, как браслет, хо-хо-хо, и зашибись. Вы готовы к этому? К номеру 24, к последнему в этом идуем календаре. Я искренне надеюсь, что это будет лучшая 24-я цифра из тех, что я открывала до этого. Потому что, если нет, я буду зла. Ну, ребята, что сказать, что сказать, мы получили с вами вот такую вот кисть. Кисть, это всегда хорошо. Потрясающе. Я люблю всякую такую приблуду. Я пользуюсь похожими кистями от Lime Crime, которые внутри с блестяшкой, просто потому что они с блестяшками и мне нравится как выглядит на видео. Со звездочками. И что сказать, я счастлива. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Что ж, вот такой вот адвент календарь от Essence. Напишите ваше мнение о нем. И всем спасибо за просмотр. И всем пока. Адвент календарь с детской косметикой. Ну прекратишься, тебя ударил. Хорош. Офигенно. Чуваки, это зеленый лад для ногтей.